Приветствую вас. Как мне кажется, основные проблемы касаются вашей модели поведения жертвы, которая продолжается до сих пор. Ну, это логично, учитывая, что муч, как я понял, сам ваш дошел до того, что изменил свое поведение немножко. Ваше поведение жертвы, то есть, не принятие личной ответственности за то, что происходит, а и в том числе за свои желания и потребности, которые есть у вас. Во-вторых, это чувство вины, которое, собственно, и приводит вас к этой ситуации в целом. Потому что именно чувство вины, как правило, мотивирует человека терпеть определенные вещи, которые ему совершенно не по душе. И, соответственно, еще одна проблема, это отсутствие личных границ между вами двумя, вот между вами вашим мужем и всеми остальными. То есть, у вас очень много третьих лиц, которые в той или иной степени влияют на ваши отношения, то есть, тут и вся семья, тут и зять и так далее, и так далее, и так далее. Ну, короче говоря, очень много, очень много третьих лиц. И следующая проблема, это отсутствие взаимопонимания, как вы сами написали, отсутствие взаимопонимания между вами. Что, в принципе, тоже имеет очень важный аспект, потому что отсутствие взаимопонимания между вами ведет к тому, что разваливается все вокруг. Ну, то есть, я имею ввиду, все вокруг вас. Вот, соответственно, данные проблемы нужно решать, в первую очередь освободиться от чувства вины, да, принять на себя личную ответственность, потому что вина, она ни к чему хорошему не приведет. Вот, дальше, значит, замужем 30 лет, в браке с сыном 22, дочь от первого брака 30 лет. Значит, смотрите, я так понимаю, что у вас был первый брак, который не сложился, и от которого у вас душ. В втором браке вы тоже были несчастливы, очевидно, и, соответственно, это уже имеет место быть некий сценарий ваш жизненный, которому вы исследуете. То есть, сценарий, это определенная совокупность поведенческих паттернов, которые вы используете по отношению к себе, по отношению к мужу, по отношению к детям и так далее. Вот этот момент, он прослеживается в вашей жизни. Я полагаю, что если вы приложите усилия, например, то вы сможете подкорректировать свое поведение, да, вот, и сделать так, чтобы вокруг вас все изменилось. Изменившись самостоятельно. Дальше. Жила с мужем и не уходила, а он не заботился о семье, пил и изменял. А вопрос, почему вы терпели? То есть, как вот вы пишете, жила с мужем и не уходила, он пил и изменял. Ну, допустим, если он пил и изменял, то это, ну, как бы, особенность его, да, то есть, почему он пил и изменял, это один вопрос. Вот, ну, об этом, получается, почему вы терпели, да. Тем более, что, вот, вы, там, дальше пишете слово, вот, я не защитила детей, вот, я, там, не смогла, не могла дать им тепло, не могла, не могла, там, что-то для них сделать. Но, тем не менее, вы жили с мужем и не уходили, вот. И, как бы, вопрос заключается именно в этом. Почему? То есть, ну, вот вы и начали жить с мужчиной, да, начали с ним жить. Вы видели, что он пьет и изменяет, но мы уже не терпели. Это жертвенное поведение. Постоянно испытывала психологический террор. Ну, опять же. Что значит, испытывала постоянно психологический террор? Вы хотите сказать, что этот человек, вот, ответ, за то, что вы испытывали психологический террор? Ну, он человек, я имею ввиду, такой, как он есть. И он либо видит проблему, либо нет. То есть, понятно, что у вашего мужа, там, есть определенные проблемы. Это понятно, этого никто не скрывает. Я надеюсь, что вы понимаете, что этого никто не скрывает. Как бы, какой смысл? Это очевидно. Очевидно, но, но, вы говорите, я испытывал психологический террор. Хорошо. Я с вами, допустим, согласен, что вы испытывали психологический террор. Так и есть. Но, почему этот психологический террор стал возможным для вас? Вот в чем заключается вопрос. Почему психологический террор, который вот, ну, о котором вы говорите? Да, да, стал для вас возможным. Вот это, это, очень важно, на самом деле, понять. Потому что, если, если этого понимания не будет, вот, то, ну, все останется так. Как, как, как было, по сути. Вот. То есть, это, этот момент, очень важно раскрыть. Дальше. Ну. Дети страдали от агрессии отца, от того, что не вrouли достойное отнош состояние к своей матери. Ну здесь.. Здесь вы, вроде бы, вроде как.. ээээ, Понимаемưвшись, ну вроде как вы понимаете , о чем идет речь. Вроде как, но, опять же, а что вы сделали для того, чтобы этого не было, то есть вы об этом говорите, как о неких фактах, да, вы об этом говорите, как о неких фактах, которые, ну, вообще, вот, от вас независим совершенно. Мне такая позиция кажется несколько искажающей, ну, искажающей действительность, потому что это в некоторой степени, в некоторой степени, просто ваш выбор, вот, понимаете, и всё. Я вас не обвиняю, я просто говорю о том, что это следствие вашего выбора. Нужно понять, что привело к этому выбору. Затем, в силу причин, что муж может потерять семью, он оставил все отрезательные привычки, а что произошло. Вроде бы наступил мир семье, а вот агрессивное поведение так и осталось. Ну, это, в общем, в целом, вполне логично, вот, ага, потому что, ну, не может человек, вот, при всём желании, не может человек отказаться от, ну, от своих моделей поведения. По крайней мере, он не может это, он не может отказаться от этого сразу. Понимаете? Вот. То есть, тут опять, тут опять же, тут опять же, надо бы посмотреть, что именно вы подразумеваете под этими, вот, значит, ну, событиями, да, то есть, что случилось. Дальше, значит, агрессивное поведение так и осталось. Ну, у меня к вам вопрос. А вы ожидали, что поведение изменится его или как? Так, если ожидали, что поведение изменится, то, простите, а на каком основании вы этого, ну, на каком основании вы этого, вы ожидали этого? То есть, что на это, условно говоря, указывало, что его поведение изменится, то есть, ну, перестанет быть агрессивным. Вот. Ведь очевидно, что вы, наверное, на что-то опирались, когда считали, предполагали, что он будет себя вести как-то иначе, по-другому. Вот. Далее. Вроде бы наступил мир семьи. Нет. Нет, 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 мир семьи не мог наступить, потому что мы, судя по всему, не изменились. Агрессивное поведение так и осталось. Я когда смогла просить бросила, назоветь не получается. Ну, вот. Смотрите. Я вижу здесь, вот в некоторой степени, да, я вижу здесь ваш, ну, условно говоря, давайте так скажем, самообман. Значит, почему самообман, да? Потому что вы говорите, вы говорите, что простили прошлое, но не забыли. Так ведь то, что вы не забыли, говорит о том, что вы не смогли простить. То есть, получается, что вы себя как бы обманываете. С одной стороны, вы говорите, что я вроде что простил, а с другой стороны, вы говорите, что я не смогла забыть. Ну, так если вы не смогли забыть, значит, вы не простили. И третьего здесь не дано. Вот. Вот. Это вопрос с одном, насколько вы искренне сами с собой. Дальше. Есть моменты, которые меня в браке не устраивают, но чтобы добиться каких-то изменений, мне все приходится проговаривать музею. Ну, вот. Очень хотелось бы знать, как происходит этот процесс, процесс проговаривания музею сегодня. Я хочу сказать, что от того, как вы проговариваете мужу, вот, то, что вам нужно, от того, как вы это проговариваете ему, ну, наверное, зависит очень много. Потому что, если вы проговариваете ему это в определенной агрессивной форме, ну, агрессивная форма, я имею в виду здесь не то, что вы его там обязательно как-то ругаете и так далее, а в агрессивной форме я имею в виду, что вы как бы, ну, чего-то требуете от него, что вы обвиняете его в чем-то, да, и так далее. Вот я об этом, об этом говорю. Вот. Если вы ведете себя так, если вы поступаете, ну, если вы поступаете так, что в хорошем из этого, опять же, ничего не получится. Вот. Потому что муж вас просто, ну, просто воспринимать не будет так, как, например, вам хочется. Вот. Дальше. Значит так. Он со многим не соглашается, как следует очистить, у нас возникают скандалы. Нет. Нет. Опять нет. Скандалы возникают из-за вашего участия в них. То есть понятно, что скандалы зависят не только от вас, это понятно, но скандал, вместе с тем, и невозможен без вашего в него вклада. То есть, условно говоря, вы сами являетесь в какой-то степени участницей скандала. Важно только, чтобы вы для себя это определили. Чтобы вы определили для себя, где именно ваш вклад в, ну, в скандал. Вот. И даже такая игра психологическая, она так и называется скандал. И вы можете, в принципе, ее, эту игру можете поисследовать там. В общем, я уверен, вы найдете, найдете подтверждение тому, что я вот сейчас, ну, тому, что я сейчас говорю, к примеру. Вот. То есть скандал без участия одного человека не способен, в принципе, появиться. Вот. Не способен, в принципе, проявиться. Если скандал появляется, значит, есть основания. И основания эти есть, в том числе, ну, с вашей стороны. Дальше, решать что-то путем мирных переговоров не получается. Но, опять же, здесь очень важно выстроить, как бы вам так сказать, здесь очень важно выстроить именно конструктивную свою позицию. Вот. То есть именно ваша позиция конструктивная, а не его. У меня же возникло ощущение, что вы, как бы, рассчитываете сильно, рассчитываете на его перемены, на его обратную связь. И при этом, еще раз повторяю, очень важно понять то, как вы доносите свою позицию человеку. Потому что, вот, в донесении своей позиции можно допустить ряд серьезных ошибок. Ну, здесь я бы, наверное, порекомендовал бы вам обратить внимание на Я-сообщение. Можете почитать, что такое в интернете. В интернете можете почитать об этом. Вот. Я-сообщение. Это такой метод бесконфликтного, скажем так, взаимодействия. Когда люди все-таки более полно друг друга понимают и более полно друг друга чувствуют, без, условно говоря, конфликтов. Вот. Или, если есть конфликт, то он легко решается. Как-то кажется, что меня не хотят слышать и обвиняют. Но, опять же, опять же, это ваша задача и ваша ответственность сделать так, чтобы вас слышали. Это ваша задача. Ваша задача преподнести себя так, чтобы вас слышали. У мужа, у вашего мужа, мотивации, мотивации, именно мотивации, слышать вас никакой нет. Потому что, ну, а зачем? Вы же все равно с ним, с ним, вы же все равно, там, не знаю, делаете все, что нужно, да, и так далее. Зачем вас слушать? Для чего? Что человек получит от этого? Нужна мотивация. Вот. Если мы говорим, соответственно, мотивация, да, то это, с одной стороны, непрямая зависимость того, что муж получит в результате, вот, вот, следования вашим требованиям, с одной стороны, и с другой стороны, это невозможность на свой счет принять то, что вы говорите. Вот. Ну, еще раз повторяю, повторяю, здесь речь идет о я-сообщениях, вот. Далее. Так, мне по отношению к мужу кажется так, что я не очень понимаю, тут вы хотели сказать, что вы оба, вам обоим кажется, что вас не слышит даже меня, но только нужно научить вас доносить позицию. Специала по этому поводу, вам научилась хотя бы вести диалоги без слез, несмотря на давление с половиной супруга, а почему полноценную эту консультацию не взяли, почему не консультировали, чтобы полностью все исправить? Три года назад муж поругался с зятем, муж сделал ему замечание, тот согласился, но потом поделился с женой и, возможно, как ты и сказал, а может и нет, произошло еще. Муж за это на него и обиделся, и просто еще не подал руки. Ну, знаете, тут вот, я, конечно, не знаю, да, но... Какое-то странное поведение здесь, то есть, муж сделал замечание, свет согласился, передал своей жене, муж на это обиделся. А как муж узнал о том, что... 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 Была передана... Передана... Информация. Почему взять, э... Не озаботился тем, чтобы... Чтобы муж, там... Условно говоря, ваш об этом не узнал. Вот. На чем основываются вообще обиды? Да? Да? То есть, вот, ну, как-то это все, знаете, очень... Не надумано, конечно. Прямо... То есть, я не могу прямо сказать, что это вот надуманная какая-то история, но... Есть ощущение, что, возможно, люди просто как-то вот повод искали для того, чтобы... Ну, чтобы обидеться друг друг на друга. Вот такая вот история. Такое у меня, у меня ощущение возникло, потому что... Обиды они просто так на ровном месте не возникают. Эм... Так. Эм... Соответственно, дочь встала на защиту своего мужа. Логично. Я считаю, правильно сделала. Затем она стала застрять внимание на то, что мой супруг не работает в зимний период. Не помогает мне по дому. А... Значит... Ну, тут... Тут уже явно идет пере... Эм... Явно идет перебор, потому что это не ее ответственность. Вот. Хотел ему это сказать. Я попросил не мешаться и поговорить с ним самой. Ну, то есть, вы как-то, вот, знаете, здесь вы обсуждали... Эм... Уже от третьих лиц. То есть, вот, это... Да... Как бы... У него, ну, не очень такая... Полиция. Вот. В том... Ну, в том... В том смысле, что... Ну, вы обсуждали... Начали обсуждать... Как бы... В третьих лиц. В первом случае, вашего мужа. Вот. Тем более, по переписке и... Опять же, хочется спросить... Эм... Что вас... Вот. Именно вас... Эм... Что... Эм... Как бы... Ну... Что мотивировало... Эм... Вести себя... Так... Эм... Ну, такую вот позицию занять... По... По отношению к этой... Эм... По отношению к этой ситуации. Не успела муж... Эм... Эм... Мою с ней переписку... Где она не лезь, наверное, называется... Прочитала. А как он смог прочитать? Вот. Как он смог прочитать-то? Вашу переписку? Эм... 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 Это... Как... Происходит... Ну, как это произошло? То есть, у меня вот здесь... А... Возникло ощущение, что вы... Эм... Подсознательно как будто хотели... Эм... Чтобы он прочитал... Вашу... Переписку. Вот. Я не могу, конечно, этого утверждать наверняка. Вот. Но... Такое ощущение у меня... У меня... У меня есть... Такое ощущение, что... Вы хотели, чтобы он это сделал. Эм... Дальше... Так... Значит... Устроил мне скандал, почему аналитит наши отношения? И в этом смысле он прав. Не прав. Он может быть в форме, но... Что он прав. Эм... С тех пор они не общаются, и он постоянно как удовлетворяется контролировать некоторые наши беседы. Эм... Слушайте, ну это... К сожалению, здесь... Эм... У вас опять... Эм... Проявляется жертвенная позиция, потому что... Эм... Никто не может... Эм... Контролировать... Ничьи... Эм... Личные беседы. Никто не может этого делать. Никто не может контролировать личные беседы. Эм... Эм... Извинение. Эм... Мужа, да, оно связано с... Эм... Невозм... Невозможностью... Эм... 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 Защитить... Эм... 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 Защитить.. Эм... Свое... Эм... Лично... Эм... 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 Возможно... Вот. То есть, вот мне видится, ну, мне видится здесь ситуация вот так вот. Вот. То есть, ну, вот, как вам, взрослому человеку, может кто-то что-то контролировать. Ну, это же, говорю только о том, что вы не уверены себе, либо чего-то боитесь. Так, эээ, у меня родился внук, но мысь даже не поздравили меня не дочитым событием. А должен был просто игнорировать. Мне было 50 лет, я попросил вместе, вместо подарка собрать как раньше все с ними за стол. А смысл собирать все с ними за стол, если они не ладят. То есть, вот, как бы, опять же, да, эээм, какие ваши ожидания были от этого. То есть, окей, вам важна семья. Кстати, кстати, почему вам важна семья и чем? Вот. У меня такое ощущение, что вы слишком, вот, эээ, зависимы от людей вокруг вас, вот, а самостоятельное такое, ну, самостоятельную позицию не пробегаете. Эээ, вот. Эээ, ну, чем-то получил ответ, что никого не поконял, приглашать не будет. Если хотят, кто сами приходит. Подарки не получил. Ну, опять же, да, то есть, эээ, у меня такое ощущение, эээ, возникло, что вы, как-то, вот, либо изначально заранее, эээ, как-то, вот, эээ, ну, предположили, эээ, такие, такие условия, эээ, которые, вот, в принципе, невозможно было реализовать на данный момент. Вот. Либо вы, чересчур в этом нуждаетесь. Вот. Либо вы, опять же, игнорируете просто, эээ, очевидные вещи, такие, например, как, ну, даже если вы собрали все с ними за столом, то, эээ, невысказанные, невыраженные обиды они были. Просто, ну, да, либо я себе знаю. Вот. Дальше, ээээ, так, эээ, теперь он сказал, что у нас дочь не родная, поэтому она к нему так плохо относится, а он ошибся, что женился на мне, на мне с ребенком. Ну, то есть, по сути, человек, да, дает какую-то ответную реакцию на события, которые ему не нравятся, обесценивая при этом и вас, и дочь. Ну, то есть, когда понял, что они стали настоящим отцом, но было бы, ну, не очень, не очень, я здесь вот понял, понял, что вы хотели сказать. Эээ, говорить, что родители не осуждают. Ну, это, к сожалению, это одна из самых таких, таких, эээ, мощных, эээ, психологических защит, вот, к сожалению. А, вот, эээ, к сожалению, к сожалению. Эээ, потому что, эээ, легче всего, эээ, спрятаться, за, вот этот вот, фасад родителей, родителей, да, тут легче всего сказать, что родители не осуждают, родители не погрешимы, да. И, опять же, я не знаю, сколько вашему мужу лет, да, вот, вполне возможно, что эту позицию уже не изменить, возможно, что эту позицию уже не поменять и не переделать, в принципе, потому что, ну, ваш муж, он такой человек, и он меняться не особо-то и хочет. Эээ, дальше, я пытался ему донести, что нужно поговорить к дочери, может признать, что ошибался, что действительно у моих детей, благодаря нам обоим, было страшное детство. Ну, может быть, в целом, ваше базис и правильное, только что бы и правильное, только что она даст сейчас, да, то есть, тут, как будто, опять же, нужно искреннее, искреннее понимание, искреннее изменение. А у вашего мужа этого нет. И если вы считаете сами, то достаточно было, если вы сами и стали бы что-то делать. Я это осознал и просил прощения детей. Да не прощение детям нужно, знаете, не прощение, а обратная связь по поводу всех моментов. Вот. Вечно пьяный, орущий отец запомнить, чем хорошим не может. Ну, тут у вас чувство вины. Для дочери это реальная травма, она все хорошо помнит, помнит, как вечно все было на мне, как я плакал от обиды, унижения, как не могла делиться своим теплом с детьми, потому что она была опустышена, так почему терпели там? Вот опять же вопрос. Вот почему терпели, он, вот что дочь хочет это понять, я уверен, я уже, я уверен. И ведь это страх его возвращения, нервис физического не трогал, но психологически нас всех раздавливал. Так вы позволяли, а я не могла защитить своих детей. Так опять же, не было ресурсов, не было ресурсов. Ну так, а, как так выяснится, что вы оказались таким мужчиной? Это же не случайно. Сын вырос на уверенности, дочь набрал лично в личном самоуверенности. Это вы к чему? В принципе, здесь ничего странного нет в том, что так. Но к чему вы это написали? Опять же, кто может оценить грады уверенности и самоуверенности? Где это град? Но мое предложение собрать всех и поговорить о том, что было. Вот знаете, какая штука? То есть, вы не забываете о том, что ваши дети это уже взрослые люди, что это индивидуально, что это отдельные личности. И разговаривают с ними по отдельности, они собирают всех. Знаете, какая штука? Вот. То есть, тут опять вы, знаете, ну, вот такое ощущение, да, что вы, знаете, вот, как сказать вам, ну, как бы так выразиться. Вы, такое ощущение, да, что тяготеете, как будто, вот как будто вы тяготеете, тяготеете к, ну, определенным семейным ценностям. Вот. То есть, для нас не столько важен отдельно взятый человек, да, сколько все дети в целом вообще. И семья вообще вам важно, вам важно. При этом игнорируется то, что у каждого из членов нашей семьи уже своя история. Знаете, какая штука? Вот. И мне, как бы вот, мне кажется, что тут, ну, есть ваша, ваша личная трагедия в этом. В том, что, вот, осталось представление о семье, да, устаревшая. Вот. Не такое, как, не такое, какой она сейчас уже есть. То есть, ваша дочь, например, это мать. Ваша дочь, это мать. Вот на данный момент, на данный момент ваша дочь, это мать. И понятно, что, как мать, она чувствует и ведет себя совсем иначе. Дальше. Так. Значит, об осознании он утверждает, что ни в чем не виноват, говорить ни с кем не собирается. Ну, классическая история мужчины. Очень сильно обиден на то, что дочь так к нему относится. Ну, опять же, да, классическая история мужчины. Тут, как бы, с этим ничего не было делать. Только если он сам считается, считает это проблемой. А тут видит, что родители не осуждают. Ну, единственное, единственное, психологическая защита. Семья, она пополам разбита. Да нет. Нет. Понимаете, вот вы аноним здесь неверно понимаете, я бы сказал, семью, потому что ваша семья, вот в этой, вот, ну, в тех вот категориях, которые вы описываете, да, она разбита уже давно, она разбита не напополам. На гораздо больше кусочков, потому что ваши дети, дети, они, они взрослые. В общем, понимаете, именно, вот, именно поэтому, именно потому что ваши дети взрослые уже, и нельзя, как бы, говорить о том, что ваша семья разбита. Дети отделились, они стали жить своей жизнью. Вот. Это нормально. И вы сейчас просто хотите, вот, вернуть все, как было, чтобы вся семья была в горе, чтобы все были дружны. Но зачем это вам, лично? То есть, ощущение, ощущение, что вот эти вот проблемы, эээ, семейные проблемы, да, проблемы всех, вот, вас волнует больше, чем ваша собственная жизнь. То есть, по сути, вот, как вы себя не любили, да, вот, как, как вы себя не любили, как вы себя, там, обесценивали, эээ, допустим, раньше. Так это происходит и сейчас, и сейчас, и, эээ, ну, к сожалению. Вот. Понимаете, какая штука? И вопрос, а что нужно детям? Вопрос, а что хотят ваши дети, что хочет дочь, что хочет ваш сын? Понимаете, какая штука? Такое ощущение, да, такое ощущение, у меня такое ощущение, что вот, эээ, все это игнорируется на данный момент. А это очень болезненно для каждого из вас, ну, для каждого из вас. Так очень сложно. В чем сложно? В чем сложно, что люди живут своей жизнью? Может быть, сложно в том, что вы не можете жить своей жизнью? Не знаю, как поступать. Что быть что? Материально жить в месте легче, но из-за конфликтов, не умения поговорить по душам, недопонимания друг друга, как-то болит сердце в таких отношениях и болит уже не на физическом плане. Эээ, уже, эээ, на физическом плане. Эээ, ну, правильно? Прямо созависимые отношения. Вы в интернете понимаете, что такое созависимые отношения. Вот. И вы слишком, слишком сильно, еще раз повторю, повторю, эээ, вы слишком сильно зависите от, эээ, людей. Вот. Ну, от, эээ, ваших родных. А сами-то где? Ваша. Вот именно ваша ценность. Где? Именно ваша, эээ, ценность, она в чем? Понимаете? А это, об этом, точнее, вы не говорите. А это важно. Это очень важно. Это безумно важно. Важно. Понимаете? Таким образом. Таким образом. Таким образом. Хочу, хочу сказать, что отделить, эээ, свою проблему. Вот именно свою проблему. Отделить, от, эээ, проблемы вашей семьи, является, эээ, первостепенной задачей. Это очень важно сделать. Потому что, только так, вы сможете стать более независимой. От твоего мужа. От, эээ, от, эээ, семьи. Которая, ну, которая, может быть, эээ, может быть, вас и неиспользует. Прямо. Но, при этом, эээ, все равно, в той или иной степени вы страдаете. Ну, от этого. От их, эээ, поведения, там, от их, эээ, отношения, там, и так далее. Вот. Вы сейчас пытаетесь собрать семью, чтобы, эээ, чувствовать себя лучше. Ну, это да, ошибка. Потому что другие люди, они не ответственны за то, как вы себя чувствуете. А вот вы ответственны. И обратиться к вам, обратиться к вашим эмоциям, обратиться к вашим переживаниям, к вашим чувствам, может быть. Вот. То, что мы можем сделать, именно, как психолог. Да? Вот. Повторюсь. Именно, как психологи. Ну, и, в целом, конечно, вот, эээ, раскрыть этот момент, эээ, момент, связанный с, эээ, вашей, эээ, ну, с вашей, такой вот, эээ, может быть, жертвенной, эээ, моделью поведения, эээ, очень важно. Очень важно это, господинь. Потому что только так, через раскрытие этой модели, через принятие, взятие на себя личной ответственности, эээ, можно, эээ, можно, эээ, говорить о изменении. Можно говорить о каких-то качественных переменах в вашем отношении, о вашем отношении с детьми, эээ, с мужем и так далее. Вот. А так получается, что вы, конечно, неявно, вы, конечно, неявно, неявно, не хочу сказать, что явно, эээ, прикладываете вину на детей и на окружающих за то, что у вас болит сердце. И я прекрасно понимаю, что оно у вас болит. Потому что вы чувствуете себя, как бы, в тюрьме. Я вас понимаю. Я понимаю, что вы себя так чувствуете. Я отдаюсь, что вы все. Но я также понимаю и то, что никто, кроме вас, выхода из этой выпады не найдет. Только вы способны это сделать. Я, я искренне надеюсь, что мой ответ, я искренне надеюсь, что мой ответ вам поможет. Эээ, ну, найти себя, найти, эээ, какие-то, вот, внутренние ресурсы, да, эээ, для того, чтобы, вот, эээ, ну, для того, чтобы лучше, эээ, себя чувствовать, чтобы лучше себя ощущать. Чтобы, эээ, меньше и меньше, эээ, зависеть от людей вокруг, вокруг вас. Такая вот история. Эээ, в принципе, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Получился он, таким, достаточно долгим. Я вам желаю удачи, я желаю вам, эээ, успехов, я желаю, желаю вам найти, эээ, себя, найти, собственные ресурсы, вот. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы, эээ, сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Продолжение следует...